В Jurassic Park 3 Dino Defender Минс Ленатор у нас будет спидранером Эта игра сделана по всем частям фильма, буквально повторяя все части Как сюжетно, так и геймплейно Даже те, которые еще не вышли, которые еще даже не были в разработке Все канонично, максимально И мы стартуем Собственно, показывают первую кат-сценку О, эти cutscenes are going to be something else И для тех, кто не понял, по сюжету этой игры на остров юрского периода свалились все беды разом Вырубила иктичество, все дела Показана первая стена смерти Мы играем за Dino Defender, то есть защитника динозавров Нас отправляют на остров, чтобы мы Понажимали Боже, он не может перепрыгнуть Велоцирапторов, да, это же маленькие Велоцирапторы Он сможет Он должен их перепрыгнуть На самом деле он должен вернуться направо Там взять косточки для них Их отвлечь, пока они там будут лежать Там даже не косточки, а транквилизатор для них Пока они будут лежать Боже мой Он должен пройти Но он решает проскипать максимально Как получается Вот Это не Велоцирапторы Извините, я не совсем в лоре разбираюсь Но по-моему, это Велоцирапторы Которые маленькие, противные такие Прям Уйти в пути Прям Вот они Велоцирапторы Так вот Нам нужно собрать все Собрать все коробочки, которые есть в этой игре Нейтрализовать По-моему, каждого вида по одной штуке Каждый динозавров по одной штуке И включить Все щитки напряжения Чтобы подать электричество на остров Это основная задача на нашей игре Так, надеемся на то, чтобы Спидранерам хватило воздуха Потому что это очень тоненькая такая штучка Да, ему должно хватить Да, отлично Хорошо Прям красиво Если бы не хватило, то он бы умер Значит, на каждой карте он должен включить От одного до четырех Щитков Электрических И после чего можно будет подойти к финальным воротам Открыть их И перейти в следующую локацию Собственно, оружия у наших персонажей Нет Кроме того, что он подбирает в ящиках Но оно не убивает динозавров А всего лишь не реализует их на какое-то время Вот так Опа Его сбили с ног, но Удалось выжить хорошо Он отвлекает на себя маленьких пилосрапторов Чтобы пройти дальше Чтобы вот здесь потом спрыгнуть И спокойно пройти до щитка Он просто показал, как можно удариться головой об стенку И прыжок Лично Собственно, в принципе, это почти вся игра Прямо решает сохраниться на всякий случай Показать нам, видимо, смерть, да? Он просто задеспаунил динозавра Когда он Он перепрыгнул В ад Буквально Пролился под пол Ужасно Ужасно Оп И схватил камшек по голове Ничего страшного Супер, да? Супер Так, давайте сейчас подсказывайте Вот эти большие Штучки Которые динозавры Если кто знает, как их Цираптозавр, наверное Хотя я не особо уверен Это и были Велоцерапторы Ну, разве? Ну, не знаю Я тогда не особо уверен Здесь нас могут попками задавить Точнее, хвостами Так что нужно быть максимально Аккуратным Кстати, были стегозавры, если я ничего не ошибаюсь Я небольшой знаток, конечно, но Но угадывать я люблю Вот так Маленькие карпозаврики Ну Пускай будет карпозавр Окей, я вам поверю Птеродактиль, который нас преследует Но он не может пролететь В пещеру Но он может пролететь над пещерой Через камень И поэтому он нас больше не будет преследовать Так, нужно быть аккуратным Чтобы нас не съела Мама птерозавр Птеродактиль Потому что мы пролазили недалеко От... Боже, как он называется От гнезд А на какую консоль выходил этот шедевр? На ПК Абсолютно Мы имеем 123.45 центов От Ронт Скажем Что с этими фрэмами? Я не могу спрятать С этими фрэмами И обратно Слайд-шоу И мы также должны Добавить много донаций Для этого Циберогенского рейнджера Чат-процент Который мы сейчас встретили Тем временем Забираемся на самую высокую гору Где, конечно, щиток стоит Электрический Никак не подключенный проводами Сейчас будет очень тонкий прыжок Главное, его не... Отлично Не упустить, скажем так, шанс Прыгнуть Просто с первого раза Не знающий человек, конечно, упадет И поплатится свою жизнь за это Но спидранеры Люди такие Они умеют упутываться Из сложных ситуаций Сейчас мы движемся к концу Вот именно этой локации По-моему Здесь мы нажали уже Третью... Оба! Тирекс! Угадайте, от кого мы будем убегать В следующей локации Наоборот Четвертый щиток, последний И будем переходить в следующую локацию Где... О, боже! Будет Тирекс нас преследовать О, кстати Стелс-элемент Отлично Тирекс довольно глупый Чтобы понять, что мы прячемся Из-за деревьев Это логика Визжены based on movement И спойлер Тирекс нас не съест Вот и катсцене Мы просто убегаем И сейчас будет Бесславная смерть Одного Тирекса Ну, наверное, он умрет Ну, вроде как... Не знаю И... Почему-то он решил, что наступать на хрупкий мост Будет хорошей идеей А нет, он все-таки выжил Он не может дотянуться на нас в пещере Подбираем отвлекающую шашку Для специального Тирекса В каждой коробочке Лежит специальная штука Которую мы кидаем Определенному динозавру И он отвлекается О, эти Клевые чуваки На лицах которых написано Да, мне вообще пофигу Потому что по их Лицам только что Прыгали И им было Действительно пофигу Это, по-моему, брахиазабр Судя по всему Очень похоже Довольно большое массивное тело Длинная шея И Пофигистическое выражение лица Оп, и Получилось то, что Скажем так Я должен Открывать Это, что они называют Кау-бокс Исторично, после Я Клевую Я Убираю Клевую Клевую Отвлекаем еще одного динозавра. Ну точнее, вырубаем ему, кидая в лицо шашку. Это очень похоже на шашку динамита, но все-таки она не так сильно взрывается. Снова стелс-элемент с Терексом на той же самой локации, что же было до этого. К сожалению, денег не хватило на прорисовку всех локаций, поэтому приходится иногда их дублировать. И да, подъемник посреди леса, который ведет на кроны деревьев. В принципе, не вижу ничего нелогичного. И катсценка. Как страшно. И, боже, сейчас же будет драка Терекса и динозавра, прохожего на крокодила. Да, пускай это будет так. Ну-ка, чат, давайте. Угадал ли я? Это же Аллазавр, правильно? Вот этот чувак с лицом похожий на крокодила. Да, нам здесь приходится отвлекать Терекса какое-то время. Так, отлично. Мы успели пройти дальше. Сейчас будет маленькая загадочка. Нужно будет нажимать на кнопочки, точнее, тянут рычаги, чтобы они открывали на проход к щиткам. Собственно, нужно будет нажать все четыре щитка, после чего откроются двери из парка юрского периода. На всякий случай взяли. Вот этот вот электрощиток можно было не использовать, но на всякий случай для сейвстрат Спирианер решил его нажать. Так, оглушаем очередного динозавра. Нужно успеть нажать на кнопку, да, теперь лифт может подниматься. Фух, нас не догнали. Великолепно. Торенькая, опасная игра. Да, в этот раз нам удалось прибежать под паром. Вообще, очень странные трубы, которые иногда парят, иногда нет. В жизни это работает чуть-чуть по-другому. Нам нужно ждать, пока Велосераптор отойдет. Даже ведь Велосераптор, правильно? Только детеныш Велосераптора, если что. Пока он отойдет, чтобы мы забрались на цепи. И вот теперь можно спокойно пройти до конца. И последний рычажок. Теперь нужно будет немножко позабавить с этим риньком, с этим... Боже, динозавром. Динозавром не беспокоит тебя. Или динозавром не беспокоит тебя? Динозавром не беспокоит тебя. А-а-а. И, эээ, есть еще одна секвенция здесь. Возвращаемся обратно, чтобы заманить динозавра на предыдущий экран, вот на левый. И пока он идет, можно спокойно выйти из парка юзкого периода. И сейчас мы перенесемся в финальную локацию игры, которая напоминает практически дословно финал первого фильма. Если мне не изменяет память. Это не дырки в трубах, а клапаны, которые сбрасывают излишки пара для принижения давления в трубах. Это работает не так, к сожалению. Увы. Но сейчас мы должны будем накидать по голове остатками собрата динозавра. Сбрасываем на него все кости и готовимся ко времени, потому что сейчас будет концовка. Добиваем его. Остатки моего предка и время. Отлично. Прилетели вертолеты, забрали динозавров, которых мы оглушили и увезли на другой остров, где будет безопасней. Показывают, каких мы повстречали динозавров. Да, получается персонаж этой игры заперт навечно на этом острове. Уже без динозавров, но за то с электричеством, которое он включил. Да и мы можем распечатать карточки с динозаврами в этой игре. Великолепно. Спидранер придает благодарность своей маме за то, что ему показала эту игру, когда ему было шесть, после чего он стал спидранером. Сейчас я отключусь от вас буквально на одну минутку, пока перерывчик. Пойду заварю себе чая и вам советую тоже его заварить. Давайте, увидимся совсем скоро. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok